Новый год в родильных домах Орла встретили три десятка мамочек. Одна из них Ирина Юрлова. В городской родильный дом на этот раз женщина пришла за дочерью. Муж захотел третьего. Девочку ему надо было. Городские власти по традиции в первые дни Нового года посетили роженец, чтобы поздравить их с прибавлением и вручить символические подарки. Спасибо, что у нас поддержка идет от администрации. В новом 2018-м поддерживают семьи и не только власти города. Правительство страны подготовило свой подарок. Поддержке рождаемости предлагаю уже с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей. Первое. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. Я прекрасно помню эти мгновения. У меня двое детей. Я помню, как и первую дочь брал на руки, и сына второго на руки. Конечно, это незабываемое событие, которое запоминается на всю жизнь. Чувства неописуемые. Передать их просто словами невозможно. Это надо почувствовать, быть родителем. Основной наплыв родителей в органы ЗАГС пришелся на вторник. Первый рабочий день января. Все, у кого дети родились на новогодних праздниках, пошли за первыми документами на ребенка. Статистика говорит, что в 2017 году в городе Орле родилось деток меньше. Традиционно уже много лет. У нас мальчиком называют Михаил, Александр, Иван, Максим. А девочек уже много лет тоже называют София или София, Полина, Анна. Это вот уже традиционные имена, и много лет они из года в год повторяются, что очень много родителей называют именно этими именами. Ну и вот, слава богу, мы в этом году сделали такой анализ, что какие-то новомодные, сказочные имена уходят. Виктория Юркова, Павел Джумабаев, Сергей Руднев. Телеканал Первый областной.